Одно неверное решение, и все планы на будущее рушатся. Конвой, железная клетка, наручники. Плачущие мамы и папа. Впереди длительный срок тюремного заключения. Всему виной распространение наркотиков. Сбытчики запрещенных веществ активно используют интернет. Курьеров находят в соцсетях. Через мессенджеры договариваются о продаже. Оплату принимают электронными деньгами. Обещают полную анонимность. Врут. Вчера у меня на личном приеме была женщина. У нее сын. Он пошел в колледж. Там друзья посоветовали обратиться на сайт. И мало того, что он сам начал употреблять наркотики, он начал распространять их в этом колледже. Сейчас мы провели мероприятие, привлекли к ответственности. И дальше будем разбираться. По статистике, один подросток, употребляющий наркотики, за год умудряется вовлечь в цепочку наркотрафика пятерых своих сверстников. Многие пробуют первую дозу, чтобы не стать объектом насмешек в компании или не потерять друзей. Но когда речь идет о наркотиках, ни о какой дружбе и речи быть не может. Только манипуляции ради наживы. Как правило, дилеры говорят ребятам, в тени еще несколько человек, и мы тебе дадим там деньги или дадим тебе бесплатную дозу. И поэтому ребенок становится материально заинтересован в том, чтобы вовлечь в себя новых и новых ребят. И он начинает рекламировать наркотик другим своим друзьям, товарищам. У полицейских достаточно возможностей, чтобы вычислить всех участников цепочки наркотрафика, задержать их и отправить за решетку на долгий срок. Наркотики закрывают множество дверей. Зависимый человек не может стать успешным спортсменом или ученым. У него не получится построить карьеру и создать семью. Но каждый, кто столкнулся с этой бедой, может все изменить. Взять на себя ответственность за свою жизнь. Понять, что ты хозяин своей судьбы. И только от тебя зависит, что у тебя впереди. Выбирая жизнь, яркую, красочную и многогранную, ты даришь себе будущее. Но Николай выбрал другую сторону. Шесть лет назад его задержали у собственного подъезда. Молодой парень, тогда еще студент экономического факультета, нес домой целлофановый пакет с наркотиками. Он делал так называемые закладки, прятал запрещенные вещества в тайники, откуда их должны были забрать другие наркозависимые. Для Николая это был единственный способ найти деньги себе на дозу. Как бы подрабатывал, да, потому что денег на наркотики не хватало. Плюс, когда дают большое количество, допустим, раскладываешь их по некоторым местам, как бы, плюс берешь себе оттуда. Ну и когда это уже заканчивалось, просто деньги за это платили, и все. Деньги тратишь, как бы, на другие наркотики, и все. Раскладываешь одно, а, допустим, употребляешь совсем другое. В результате шесть лет за колючей проволокой. За это время почти все друзья, вместе с которыми он употреблял наркотики, скончались или тоже оказались за решеткой. Лайна умерла, двое сидит, одному ампутировали ногу, потому что он начал гнить внутри употребление этих наркотиков. Ну все, как бы, вообще никого, это я так понаслышкам, я даже никого не видел и не хочу видеть. Самым главным организатором, они всегда нуждаются в подпитке, в низовых звеньях курьера. И вот эти курьеры привлекаются за распространение наркотиков. То есть это сбыт, 228-я статья Уголовного кодекса, от 8 до 20 лет лишения свободы. История Николая – не единичный случай. Вот 19-летний наркозависимый москвич. Он распространял так называемые марки – клочки бумаги, пропитанные галлюциногенным веществом. Вот его ровесник, студент. Прятал наркотики в тайнике. Учился на первом курсе медицинского. Планировал стать врачом-педиатром. Если ты понимаешь, что совершил ошибку, не бойся обратиться за помощью. Школьный психолог, директор, социальный педагог – они есть в любой школе. Их задача – поддержать и помочь найти выход. Поддержать и объяснить ребенку, что мы его любим любым, как вот в семье. Мы его примем любым, и мы постараемся сделать лучше ему прежде всего. Если попросить о помощи с глазу на глаз страшно, всегда можно позвонить по телефону доверия. Он бесплатный, анонимный, круглосуточный. Ты можешь обратиться туда с абсолютно любым вопросом. Если проблемы в школе, не складываются отношения с одноклассниками, не понимают родители, профессиональные психологи никому не сообщат твои секреты. Их задача – помочь найти выход из любой сложной ситуации. Часто ребенку как раз некуда позвонить своими страхами, что он там в какую-то компанию ввязался, или от него что-то требуют, или от него там на него какое-то давление оказывают. Вот тогда он может позвонить сюда, и его здесь поддержат, и подумают вместе с ним, какие у него есть выходы другие, кто бы еще мог ему помочь. Вырваться из порочного круга зависимости и распространение запрещенных веществ непросто. Школьники, а уж тем более студенты, могут зарабатывать в Москве вполне легально. В центре занятости молодежи можно участвовать в тренингах, пройти тест на профориентацию и, конечно, выбрать себе место работы. Все совершенно официально. Заключается трудовой договор, обсуждается рабочее время. Хорошо потрудился, получил неплохие деньги. В рамках программ временной занятости молодежь не только получает заработную плату от работодателя, но и от правительства Москвы получает материальную поддержку. Если вы причастны к незаконному обороту наркотиков, не надейтесь, что вам удастся это скрыть. Сотрудниками полиции ведется непрерывная работа по выявлению, пресечению, распространению наркотиков, в том числе в образовательных организациях и прилегающих к ним территориях. Специально обученная собака обнаружит любую закладку, а затем полицейские быстро вычислят, кто ее сделал. Карательные методы – это не единственная задача правоохранительных органов. Сотрудник полиции, как и закон, стоит на вашей защите и соблюдении прав всех граждан Российской Федерации. Также важно, чтобы каждый из вас четко понимал, что не попасть в зависимость можно единственным способом – никогда не пробовать. Поэтому мы, сотрудники полиции, всегда при встрече с вами хотим уберечь от ошибок, которые могут обернуться, потерей родных, друзей, близких. Жизнь – это череда интересных и удивительных событий, где все двери для вас открыты. Сделай первый шаг, и ты убедишься в этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!